Конечно, а что он хотел? Да он просто поговорить с вами, посоветоваться с вами хочет, ну разговор хочет. Да хочу со мной советоваться, когда вы рядом. Ну он хочет с вами посоветоваться, он же ваша... Вот мне звонит, звонит один тут, хочу вопрос такой задать, я говорю, храм открытый, там у нас хорошие батюшки, занятия, они академисты, у меня ни образования, ничего нету, дядь, я к вам. Нет, он много, он и ваше мнение хочет услышать. Ну мое мнение это. Ну как, важно видать, вот и важно. Ну я отключаю сейчас, я говорю ему, что вы не против тогда, да? Сегодня день общины был, ты посмотри какой ролик будет. Ага. День общины нашей образования. А, я понял, у вас особенное было. Вот матушка вам... Да ладно, после 19 января день общины каждый год. Как образовано было община, это необычно все. Ну давайте посмотрим. Ну я сейчас это отключаюсь, тогда он просто звонит. Молись, кажется, чтобы у нас нормально было. Хорошо, все. Скажи только, что у нас запись идет. Давай. А он все это знает. Ну прекрасно, мы ничего не скрываем. А матушка поклон говорит, чтобы передала. О, ей низкий поклон передавайте. Она рядом стоит. Спаси, Христос. Ну ладно, я отключаюсь. Давай. Говорю ему, чтобы он сейчас прям позвонит. Прямо сейчас. Он сразу, во славу Божию, давай. Видишь же, как он пришел, а потом его выведет, не прерывает. Это чудо. Вот одно из чудес в прошлом году было, что отец Сергий Дудин, он так возвратился. Смотреть сначала-то как враг посмеялся было. А я призвал всю общину, всех молиться, и он везде ревнует, прям ревнует по делу Божию. Я за него уж даже в другой раз опасаться начинаю. Думаю, нападут эти волки на него, они сожрут его. Сохрани его, Господи. Он как светильник у них там сияет. Он все смелее и смелее делается. Надо тоже приготовить его, чтобы опубликовать эту нашу переписку. Она очень полезная. Вот согласился уже Соболев. Сергея этого опубликовали. У меня одна остается у него. Я знаю, что это польза. Добрые мысли, они должны доходить до других людей. Тут ничего в этом нет. Мы знаем ту свободу, которую застал бил апостол Павел. Он противостал против Петра. И Варнау был увлечен лицемерием. Не посмотрел ни на авторитеты, ничего. Его дело Божье страдает. Вопросов нет. Мы должны сказать. Это апостол Павел только мог так поступить. А он прямо говорит, подражайте мне, не бойтесь. Этот образ Божий сохраните в себе. В страхе есть мучения. Боязнь перед людьми ставит сеть, Соломон говорит. И вот надо, чтобы перешагнуть это, довериться Богу. А как будет? Откуда мы знаем, как будет? Я знаю указания Божьи, я обязан это сделать. А последствия нам не дано знать. Господь откроет и Господь повернет так, как мы знать не знаем. Он температуру меняет. Мы сегодня на занятиях, ты видишь, какую тему коснулись. Большую. Все перед Богом. А душу искалечить проще всего. Тут прогнулся, там покривил совестью. Ну и нет ничего. И уже человека-то нету. А так тряпка грязная, болтается на ветру. А когда человек твердо идет за Господом, его и противник уважает. Я могу это подтвердить из опыта церковного. Смотришь, за что погибали. Вот златоусты. Ни за чего. Из-за виноградника, там вдовы. Сцепился, как он, Стив Докси. А нужно было дать пример. И он дал его. И дошел до конца. Сегодня чуть, что так, десятки псов в тебя вцепятся. Устоишь, с тобой и Бог, не бойся. Смотри в войну, как было. Боялись, а делали свое дело. Кто работал на победу. И в тылу врага. Мирские люди. Меня допрашивал, когда приехал там Азур. Там академик, профессор. Это была психиатрическая экспертиза. Вы понимаете? Вот. Зоя Космодемьянская, по-вашему, как? Смелая? Конечно, смелая, говорю. А чей подвиг больше? Вот Екатерина, мученица, и Зоя Космодемьянская. Екатерина знала, что ей что, отрубят пальцы? Она их получит. А Зоя не знала. Она никуда не получит. Ну, конечно, в таком смысле, подвиг Зои Космодемьянской не ниже, чем святой Екатерины. Мы-то думаем, как мать Маковейская говорила об этом. Я получу вас на небе. Твои братья ушли, ты приготовься. Члены тела отрубили, там, руки, пальцы. Ты все от Бога получишь. Там волос с головы не пропадет. Я встал, чего, у меня ноги замерзли, сегодня не топили. Вот так. Что-то задержка там у него. Вопрос о страхе. Его надо все время муссировать, поджимать, воображением. А что будет? Вот сейчас забрали у матери на руках грудной ребенок. Его вырвали. Ты отрекаешься, не отрекаешься, ребенок начинает резать ноги, пальцы. Кричит, мать, только не порти, только не трогай, я уже все. А ты не смотри, Бог дал, Бог взял. Не держись. Сын, мать, жена, там что-то будут делать, ну, этим, тебя принудить к покожности. А это нет. Я христианин. Я знаю, что Бог допускает. Значит, Он знает, у меня силы не хватает. Он даст мне силы. Никогда не идти на эти дьявольские уступки. Так сказал Господь. А пророкам разве легко было? Исаию перепилили деревянной пилой. Деревянной? Специально сделали, чтобы дольше было мучения. А все равно это уже 2700 лет назад. Ой, что-то я азиак прям сегодня. Надо было затопить. Сейчас залезу под одеяло. Ночью вылазить неохота будет. Так оденьте что-нибудь сверху. А? Сверху что-нибудь оденьте. Да ну, что-то у меня еще одеть, я бы одел. Простил. Я вижу уже 22.56. Они не вовремя вышиты. Надо сказать им, отложить это. Уже 11 часов, считай. Ну уж неудобно. Не посмотрел сразу. Я тут засиделся. Интересно. Приезжают люди, вот у нас было раньше. И мы каждому старались дать то сокровище, которое у нас было. Это пленки. Потому что тогда это было единственное. Сейчас интернет, телефон. А тогда ничего этого не было. И поэтому я вот насчитал златоуста. Одна приехала, и в его мозгах-то она слушала. Так отобразила, что у златоуста такой голос был. Это она меня за златоуста-то. Да я только насчитал бабу. А она не понимает, что он грек был. Ну грек, не так он считал-то. Нет, она так именно. И она меня увидела, вот златоуста такой другим рассказывает. Да я не златоуста. Она слушала сколько там. И у нее как-то ассоциация произошла в голове. И вот. Я принимать не мог. Они в соседний, через подъезд у сестры вот этой, которая умерла с химонахинь. Это Ксения, бывшая Варвара и Раиса до этого. И они у нее останавливались. А ко мне только на работу, когда я пойду на работу. Три дня я дома, ко мне заходить нельзя. Я начитывал, у меня студия была. Так она говорит, на работу пришла, я боялась, что не доживу, умру. Уже приехала и она не смерти боялась, а боялась, что не встретимся. Вот такая любовь. Ну, у нас действительно материалы, они вот сейчас выставлены. Они слушались хорошо. Трудность была достать пленки. Доставали. Бог так делал, сейчас вспоминаешь ее. А если бы не было, ничего бы не было. Вообще бы ничего не было. Сайт составить не еще было бы. Да из чего? Я вот захожу, делаю, сейчас же это все Влада Чаплина. А так это растрепанные тряпки. Там маленько, там маленько. У нас-то капитальные. 12 томов Златоуста. Куда капитальные? Начитанные. 12 томов Дмитрия Ростовского. Куда капитальные? 5 томов Добротолюбия. Ты насчитай их. У тебя сил не хватит. Они трудно считаются. Житья-то это легко считать. Так там-то у меня и Кронштадтский, и Игнатий Брещанинов. Там и чего только нет какие. Вот так. Если он сейчас ничего нету, то я отойду. На покой. Он сейчас выйдет. А он не выходит. Сегодняшний день какой прекрасный был. Сегодня у нас 26 января 2014 года. Батюшка был, литургия была. Собрал. Ну давай. Давай. Алло. Да. Не сделал звонок. Да, но он мне сказал, у него с камерой какие-то проблемы. Все, мы уходим. У нас уже наше время вышло. Я ему и сказал, что... Все. Ты же сказал, что перезвонить. Человеку спать надо и молиться. Ну, кроме этого, надо часа на два раньше. Посмотрите сейчас время и ему скажете. Все, мы отошли. То завтра... Завтра. Завтра, да? Утром может выйти. У нас время-то одинаково. Шести утром. Передайте ему. Хорошо, я ему скажу. Да, хорошо. А вас пока не беспокоит все. Все, все, все. Мы отошли. Я ухожу тоже. Вас беспокоить не буду. Все, до свидания. До свидания. Бог благословит. Господь, благословите. Все. Я видео посмотрю ваше. Ну, сейчас и закачивается. Собрание какое было там. Я смотрю, что занятий нет. И занятия потом до утра. У меня так слабо идет. Но все равно я закачаю. Иногда один ролик шесть часов закачиваю. Ого. Ну, ну и суди. Я ложусь спать и всю ночь вот так сную. Я круглосуточно должен заниматься. У меня ролик закачивается у нас за час максимум. Ну, нет, у меня никак нет. Никак. Ну, понятно, понятно. Ну, все тогда. Давайте вот еще. Ну, до свидания. До свидания. Слава тебе, Господи. Видишь, как все получилось. Ну, а мы посмотрим. Завтра, если выйдет, то и слава Богу. Завтра, если выйдет, то и слава Богу. Спасибо.